приветствую вас уважаемые друзья в кустанайской картинной галереи открылась очередная выставка всегда любимый край посвящена она пленеру 2022 года наши замечательные художники и особенно молодежь в этом году поехали в Карабалывский район и создали такую прелестнейшую выставку для горожан и гостей нашего любимого города так что подумайте и не задумываясь приходите кустанайскую картинную галерею и вам это действительно понравится а а и Будьте дорогие, уважаемые друзья! И вновь мы с вами встречаемся здесь, в зале, на новой выставке. Я прошу вас подойти к нам ближе. Итак, мы начинаем. Сегодня мы открываем выставку кустарайских художников под названием «Всегда любимый край». И она проводится по итогам областного художественного проекта «Пленер-2022». Данный проект прошел в одном из самых прекрасных, наверное, и живописных районов Карабаевской области. «Пленер-2022» прошел именно в окрестностях Приличинского сельского округа, в краю белых берез, осиновых и сосновых лесов, Перемежащихся с большими полянами степных просторов, И где, конечно, удивительно гуляет войнный ветер. Я властитель, творец всех погод. Я ли себе ни владыка, ни царь? Я ли не властный поэт, ни кобзань? Я владыка земли и морей? Я мятежных ветров соловей?» Уважаемые участники встречи, выставки, Сегодня действительно мы собрались на, скажем, промежуточные итоги нашего «Пленера», потому что здесь больше выставлены этюды, этюдные работы, а сами работы, конечно, будут рождаться в течение еще долгих-толгих лет. И, безусловно, все участники, которые побывали на священной Карабахской земле, наверняка почувствовали атмосферу творчества, вдохновения, потому что там родились... Мюхамед Шан Сиранин, как уже было отмечено, первый казахский журналист. Там родился Сергей Хожанков, народный артист Казахстана, актер театра и кино. Там родились многие-многие известные сыновья и дочеря казахской степи. Ну и, конечно, я бы хотела сказать следующее. Этот проект проходит на протяжении нескольких лет и по инициативе одного из известных кустанайских художников-живописцев. И сейчас я хочу пригласить к микрофону инициатора данного проекта, члена Союза художников Республики Казахстан, Тошина Николая Васильевича. Я тоже в Кравбеке был. Очень интересные там такие места. Да, мы ездили давно, года два или три назад. В 17-м году. Да, который написал картины по тем местам. Они были все куплены, куплены организацией. Поэтому я ничего не выставил лично. Ну, кустанайские просторы – это тоже Карлабабык. Здесь вот находится… Ну что, большое спасибо, ребята, вам, что вы ездили на выставку. Вы просто сейчас показываете свои работы. Работы очень интересные, замечательные. Они и красочные, и по настроению очень хорошо, и по мастерству очень хорошо выполнены. И сейчас, конечно, я хотела пригласить к микрофону у нас в гостях член Союза художников Республики Казахстан, художник-живописец, график, почетный гражданин Кустанайской области Георгий Михайлович Соков. Ну, собственно говоря, тут уже сказали, да, когда я шел на эту выставку, ну, в принципе, пленэр есть пленэр. Уже даже, ну, не заходя в зал, я уже так представлял каждого нашего художника, я знаю, какие он работы примерно выставил. Но я пришел и к своему удивлению удивился, потому что я не ожидал такой выставки. Кстати, как раз наши, ну, так сказать, заслуженные уже художники довольно скромно, ну, и правильно выставились. А зато я увидел очень много работ молодых художников, да, и, ну, даже вот, я не знаю, Багриенко, Николенко. Ну, это просто прочти персональная выставка, надо делать персональные выставки. А нам приходить смотреть с удовольствием, это было бы здорово. И, главное, какое-то даже спокойствие появилось, думаю, ну, в общем-то, будут выставки, будет на что посмотреть. А то ведь приходишь, одни и те же фамилии, одни и те же примерно, ну, техника, манера, письма. Думаешь, ага, это, 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 это. А это порадовало здорово. Так что, не буду повторяться, выставка, ну, как обычно, пленэр, легкая, свежая, в целом, нормальная. А главное, поздравляю молодежь. Вы знаете, я постоял немножко, посмотрел на экран, на фотографии Ивана Мармалиди, Ивана Ивановича. И, ну, в голове сразу все это вспомнилось, напомнилось. Вот, действительно, да, в Карабалаке, я так бывал, но именно в приграничной зоне никогда не находился. А она, вы знаете, она отличается, чем просто красоты родного края. Вот, в связи с тем, что, во-первых, это приграничная зона, что живность, живность там ведет себя свободно. Вот, много очень мы видели зверей, коз и тому подобное. Как-то душа радовалась, что вот природа, она вот, вот прямо рядом. Ну, и, конечно, вот, если вы увидите снимки, вот, вот это вот. Это мы здесь стоим, а там уже граница с Российской Федерацией. Это тоже как-то откладывает какой-то отпечаток. Потому что мы, когда ехали, мы все время сравнивали поля, там все убрано. Подчистую у нас еще ничего не убрано. Вот. Сама поездка запомнилась, ну, во-первых, радушие и, как сказать, такое доброе отношение. Ну, в принципе, в глубинке у нас всегда так к художникам относятся, с интересом. Вот. Что за фрукты к ним приехали, наблюдают. Ну, население очень такое благодушное. И нами, как бы, вплотную занимались представители этого сельского округа. Добрый день. Если у меня спросят, что вам больше всего понравилось, что вас больше всего впечатлило, это, наверное, незабываемая картина «Купание художницы». Это было самое зрелищное мероприятие из этого всего. И Аристикин, сидящий на берегу, он мне напоминал какого-то такого демидического бога. Такой задумчивый, прекрасный. Поездка чувствительная, очень нежная, добрая, отзывчивая. Еще меня возьмите с собой, я с удовольствием это подице зряю. Удачи вам, успехов всем. Спасибо вам. Художникам, и продолжаем цитировать Юрия Билинова, может ничего не выходить, но стремиться он должен к настоящему. На него действуют большие и малые силы. Это звучит как назидание, особенно для молодых авторов. И сейчас я хочу пригласить к микрофону одного из молодых художников, участников данного проекта, Оксану Тренину. Мы вообще не готовили слова, я могу только поблагодарить всех организаторов, своих наставников из педагогического педколледжа еще, Сокола Георгия Михайловича, была рада сегодня его увидеть. И вот нынешних наставников своих, Исайну Рубайну, хочу поблагодарить за то, что они привлекают молодежь, за то, что дают такую хорошую возможность проявить себя, порисовать на свежем воздухе, хорошо провести летние каникулы и остаться в истории города. И все. И все. Спасибо большое за внимание. Оксана, спасибо. Вы знаете, на самом деле очень интересно наблюдать, как работают молодые художники на пленэре. Они вначале, конечно, очень стесняются, потому что рядом такие имена. Они, конечно, нерешительные. И уважаемые старшие товарищи по творчеству, вот всегда такая просьба от меня лично, всегда будьте, как говорится, протягивайте им руку помощи, потому что они иногда, вот правда, не хватает, мне кажется, этой уверенности. Но вообще я хочу сказать, что сегодня еще принимают участие в нашем эксплуатационном зале, кроме участников проекта и работы других авторов, которые так или иначе в разное время работали в различных местах на пленэре. Ну и, конечно, мне хотелось бы, конечно, отметить работы студентов нашего замечательного художника-живописца Александра Васильевича Захарченкова, работы студентов Кустанайского регионального университета. Давайте им поаплодируем. Спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.